12 января при Сухумском кафедральном соборе состоялась конференция «Духовное наследие сухумских старцев». В ее рамках прошла презентация новой книги братьев Зиновии и Николая Чесноковых о жизни одного из старцев в монастыря Глинской пустыни – Серафима Романцова. В мероприятии, проводимом под руководством духовенства нашей республики, приняли участие священнослужители России и Абхазии, государственные и общественные деятели. Сегодняшний день является днем подвига. Подвига тех святых славян, которые после лихолетия на Руси оказались здесь у нас в Абхазских горах, на земле Абхазской. Отец Виссарион поведал приглашенным историю о том, что много лет назад подвигло его молодого прихожанина Лыхнинского храма посвятить свою жизнь служению Господу. И какое влияние на него оказал настоятель храма, который пребывал в Абхазии более 40 лет, не случайно иерей Абхазской православной церкви начал нынешнюю конференцию с молитвы на родном языке. Я почему-то сказал подвиг и начал с молитвы на абхазском языке. Я говорю вам со слов отца Петра Самсонова, от которого я стал православным. Я не думал стать священником, но православным христианином. Мне видело, что это очень важно, особенно, что для меня было важным, это абхазский язык. И отец Петр когда говорил тропоры на абхазском языке «Отчий наш», я был настолько удивлен, что этот русский человек, он знал, что он настоятель этого храма Лыхнинского 40 с лишним лет, и он это делал для этих прихожан, для приходящих, чтобы каждый слышал на своем родном языке. Подобный подвиг был присущ и глинским старцам, которые пребывали в горах Абхазии вплоть до 1943 года. Глинская пустынь возникла в глухом месте среди дремучих лесов Крупецкой волости, где сейчас проходят границы России и Украины. По преданию, в XVI веке крестьяне, ставившие на деревьях ульи, на высокой сосне увидели икону Рождества Пресвятой Богородицы, от которой исходил свет. С течением времени в этом месте и был образован монастырь Глинская пустынь, за которым позднее закрепился феномен старчества. Фильм об этом был показан на конференции в Сухомском кафедральном соборе. В XX веке Россия испытала поистине национальную катастрофу. Глинскую пустынь постигла участь многих монастырей. В 1922 году она была закрыта и разорена. Глинские старцы, как и большое число монашествующих, были арестованы. Глинским старцам пришлось пройти тяжелый путь нахождения в лагерях и ссылках. Как говорят источники, лишь благодаря вере и любви к людям и Господу им удалось выжить. Многие отправились на Кавказ, чтобы в горах продолжить служение. В период с 29 ноября по 2 декабря 2017 года в Москве проходил юбилейный архиерейский собор. Были причислены к лику святых 16 старцев Глинской пустыни. Это старцы XVIII и XIX веков. Помимо этих старцев в собор преподобных отцов Глинских вошли еще трое. Те, что пребывали в горах Абхазии более 40 лет. Абхазские старцы, как их называют, также в конце 2017 года были причислены к лику святых. Митрополит Зиновий Мажога, Схерхи Мадрид Андраник Лукаш и Схерхи Мадрид Серафим Романцов. О подвиге, присущем жизни православных подвижников, можно говорить бесконечно. Глинские старцы служили и в абхазской столице, принося духовное окормление своим прихожанам. Книги, посвященные им, также написаны не случайными людьми. Зиновий и Николай Чесноковы – сыновья человека, который в детстве был келейником у святого старца-метрополита Зиновия Мажоги и хорошо знал его. Трое старцев, о которых в основном идет речь здесь, они находились как раз после разгрома пустыни в 1922 году, здесь на Кавказе. В горах, в таких вот трудных условиях продолжали свое монашеское делание, продолжали свое пастырское послушание. Новая книга Зиновия Чеснокова посвящена жизни преподобного Серафима Романцова, написана для верующих, проживающих во всем мире. Благодаря ее изданию христиане и в Абхазии смогут прославлять старца, который, пройдя через десятилетия страшных испытаний, смог сохранить дух истинного носителя света и любви к людям.